Всем привет! Продолжаем рассматривать, знакомиться с картинами художников Йохим Эйте Вау. Голландский исторический живописец, манерист, гравер. Родился в 1566 году, место рождения Утрих. Работал сперва у своего отца, гравюра Антониса Эйте Вау, а затем у художника Иоса де Бера. Оставив мастерскую, отправился в Италию, познакомился в Падове с епископом Сен-Мало. Поехали вместе с ним они во Францию, провел у него два года в Британии и, возвратившись в родной город, проработал там до конца своей жизни. Помимо картин и рисунков, изготавлял также гравюры и оформлял витражей. Йохим Эйте Вау – один из последних художников манеризма, как написано в Википедии. Он сохранил эти традиции даже тогда, когда большинство художников приняли натуралистический стиль живописи. Некоторые искусствоведы находят в картинах Эйте Вау существенное влияние Хендрика Гольциуса и подражание стилю Микеланджело. Кстати, его сын Питер тоже пошел по стопам отца и тоже стал художником. Всего он оставил около сотни картин, а также рисунков и нескольких разработанных им витражей. По словам Сеймура Слаева, это американский искусствовед, специалист по голландскому искусству золотого века. Работы Йохима Эйте Вауала в хорошем состоянии сияют, как драгоценные камни. В некоторых источниках говорят, что он еще неплохо занимался коммерцией, был одним из лучших продавцов льна. Возможно, так оно и есть. В 2015-2016 годах была проведена первая крупная выставка в Утрехте. Ну вот, наверное, все, что мне удалось найти о голландском историческом живописце, манилисте, гравюре Йохами Эйте Вауале. Смотрим работы. Пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!